Сколько удивительно! Коперник в красном углу. Ему 18 лет. Официальный вес 66,3 кг. Рост 175 см. Профессиональный рекорд. Одна победа, два поражения. Ему базовый стиль также ММА. Он представляет Чеченскую Республику. Шали в красном углу! Ибрагиль Асхабов! Рефери поединка Ашок Ашаган Анапа. Ибрагиль Асхабов! Ибрагиль Асхабов! Интересно, как будто пересели осетинские болельщики на другую сторону. Сейчас совершенно с другого края мы слышим их поддержку. Действительно много осетинских болельщиков сегодня здесь. Это радует. Они умеют поддерживать своих спортсменов. Это касается всех дисциплин. Ну и есть кого поддерживать. Тоже приятно. Ну и, насколько я понимаю, на короткое давление вышел Ибрагим. Да, заменил Исфана Кадирова. Мы об этом рассуждали как раз о том... Вернее, я рассуждал, так скажем, о том, что с одной стороны, да, Ацукиев готовился. Он физически лучше должен быть, да, так, по логике. Ну, какие вещи готов. Но при этом наверняка он, ну, при целом на то, что будет биться с другим спортсменом. А сейчас приходит совсем другой боец. И здесь, да, на коротком давлении, да, может быть, не так физически подготовлен. Но он может преподнести сюрприз соперника. Да, бывают такие, в общем-то, яркие истории. Ну, кстати, и в том и другом смысле. Насколько я помню, всю первую половину своей карьеры Марат Балаев выходил исключительно на короткое давление. Потому что, ну, а кому он был нужен, возрастной спортсмен, только если на замену. Ну, я сейчас, конечно, беру в кавычки, тут мне в памяти. Ну, если как спортсмена брать, да. Да, ну, то есть в тот момент он еще не был интересным промоутером. Это потом уже стало, это, такой историей. Интересно, Бефест. Высоко держит руки Георгий. То есть в этом плане у него защита всегда на месте. Вот интересно, сейчас принял защиту и сразу ответил с дальней руки. Не попал, но вообще связка сама по себе очень хорошая. Георгий вообще очень популярное имя в Северной Осетии. Есть такой даже памятник. Очень красивый валанья, который посвящен Святому Георгию. Где он буквально выскакивает из скалы. Вот и много видел о нем фотографий. Давно хочу посмотреть вживую. Ну, кто знает, может быть, лига Исея Янг Иглс. Приедет и Володя Кавказ. По крайней мере, этого бы очень хотелось. Ой-ой-ой. Вот такое интересное развитие. Чуть было сразу боковое уезжание не сел. Варшал туда не так далеко ехать, так что в следующий раз, когда будете приезжать на Янг Иглс, попросите, чтобы вам билет купили на день позже. Не сразу просто турниры. Кстати, дай все это я. Поедем без проблем. Все же куда проще. Полтора-два часа и мы... Вы знаете, я так Балкарские горы увидел. Собственно, мы как раз с вами работали на Исея Янг Иглс в Нальчике. Да-да. И вот просто я... Было у меня несколько часов свободного времени. Мы поехали в Верхнюю Балкарию. Казалось бы, просто несколько часов времени, а воспоминания такие, которые просто не забудешь. Вот это, конечно, было очень... По-моему, наш первый совместный эфир был. Да, да, вполне возможно. Ну и, честно говоря, очень там было интересно как-то. Удачных моментов много совпало. И бои, в числе прочего, тоже были на загляденье. Здесь бои надежные, как весь гражданский флот. Вот. Каждый спортсмен хочет выиграть. Каждый делает минимум каких-то опасных для себя движений. Вот поэтому почти все бои у нас сегодня доходят до судейского решения. Чем дальше дистанция, да, тем выше цена ошибки. Поэтому спортсмены максимально прагматичны в своих действиях. Ну, всем нужно золото. Ух, обкик какой. Все хотят дойти до прояса. Смотрите, еще раз. И бросает обкик. А, вот. На трех точках уже находится Цуккиев, поэтому в такой позиции бить нельзя. Да. На это указывает, да. Садимальное звучание, да. Ах, это Шигян. Три точки, насколько я понимаю, имеется в виду даже то, что колено встало. Да, колено, ступня. То есть не обязательно касание руки в этом плане. Касание руки как раз таки особо и не акцентирует на это внимание, потому что очень часто спортсмены хитрят. Да, ставят ладошку или пальцы. Да, просто это обозначает касание. А вот, кстати, тем временем обратить внимание на позиции маунт. Ну, правда, за 15 секунд до конца, но сам факт. Вот так, точка в раунде. Ну, опыт есть опыт, поэтому точка логична. Звучит. Важный звук лаги. Раунд. Важный conceит. Красивый из тренировки. В винорcs. Продолжение следует... 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 Так, ну, собственно, все по классике, Георгий понимает, что ему нужно сделать для победы, и делает это. О, хорошо взорвался такими камерфистами. Так, хорошо ноги. Хороший везут. Интересно, что он долго думал перед тем, как, соответственно, то есть брал паузу, возможно, специально для того, чтобы проще было потом на взрыве преодолеть оборону соперника. Снова в гард. Ну нет, да, возвращается. Ну, а, собственно, что тут придумывать концовкой, особенно ярко, ничего не успеешь делать. По крайней мере, вероятно. И завершается у нас этот раунд. Бой под номером 16. Второй раунд 16-го боя. Впереди еще 10. Поле еще будет. Это да. Ну, вы знаете, тут тоже, возможно, качели. Вот там пойдут досрочки. Например. Предположим. А там. А там будет видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раскидывает передней ручкой Георгий Цукиев. Примерно, чтобы понять, соответственно, действия оппонента. И готовит удар сильной дальней рукой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Был ощущение, что что-то готовит. И это именно у Шира оказалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все удары мимо цели. Пока пристреливается. Начало раунда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь как многообещающее было. Но все-таки удары не оказались столь акцентированными, как хотелось бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот сейчас Батфис неплохо прошел. И еще справа попадает. Немножко копит силы для таких вот рыбков в одиночные, но жесткие удары. В свою очередь, как бы, финтами работает Георгий Цукиев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попытка перевода неудачная. Санга накрывается. Ибрагим Астадлов. Ну, если вот получалось вот эту вот одиночную забрасывать, зачем? Спрашивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое спортивное виднее. Вот интересный прием, обратите внимание, теоретически может получиться. Это издушающий. Редко, но бывает. Редко, но бывает, получается, и он. Да, интересно. Нет, конечно, если вдруг он получится, это будет прием вечера. Но я давно такого не видел. Такого яркого покраснения, такого нет, мы не видим пока вот Цукиева. Ну, это, да, такой прием из бразильского джиу-джитсу. Он довольно сложный в исполнении и довольно редко получается. Но вот люди его любят, потому что он, видите, экзотично очень смотрится. И действительно есть, как бы, некоторые бои, которые, получается, так завершить. Вроде все пока контролирует Цукиев, пытается он бить. Да, там буквально все тело задействовано у Драгима Асхабова. Заснул. Заснул Цукиев. Вот это, да, вот это финиш. Вот это победа. Круто, мой себе. Круто. Такая неожиданная развязка. Я даже не знаю название этого приема, но это было действительно очень и очень круто. И, конечно же, апсет и ветер точно. Да, да, безусловно. Ноги по-прежнему ватные. Тут Кейвса по виду не сказать было бы, что да. Да, но в какой-то момент он просто сам расслабился. То есть, обратите внимание, он подумал, что нет, он все контролирует. И пропустил тот момент, когда стало уже поздно. Да, очень интересное. Да, это было очень круто. И сейчас, конечно, стоит поблагодарить своего соперника Асхабову, дорогие мои. Наверное, вот как раз-таки человек на поле по бразильскому джиу-джитсу Ислам Тацайкову, чтобы подобное, возможно, подсказал. Уважаемые поклонники, смешаем боевых ябурт. В этом поединке одержал победу и стал полуфиналистом Гран-при Сиэл Иглс в полулегкой весовой категории. Утушающим приемом на четвертый третий раунда. Ибрагим Асхабов, Саи, Чужаянская республика.